Доброе утро, с вами утренний канал Накатунь24. Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. Сегодня у нас в гостях шеф-повар ресторана Лангусто Дмитрий Михайлов. Дима, доброе утро. Доброе утро. В заряжающей пятюне у нас традиция новая бодрая на утре. Уверена, что ты бодр, как бобр. Потому что у нас впереди машнейшее мероприятие. Буквально через 24 часа, может быть даже через пару часов, на территории Алтайского края состоится невероятное мероприятие, которое называется Алтайская зимовка. И под твоим руководством всех гостей этой гастрономической тусы ты и твоя команда будут вкусно кормить. Обязательно. Сегодня один из рецептов, который гости смогут попробовать на зимовке, мы его повторим, ну и приглашаем тех, кто с нами сегодня встречает это утро, приготовить дома у себя на кухне. Да, блюдо будет простые, но и локальные, так скажем, интерпретация пору... 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 рейтанской, как это правильно сказать? Пору чего-то так, да? Да, но переделано на русский манер, очень популярное блюдо с локальных продуктов, ну и очень интересная такая закуска в преддвериях Нового года. Ну, мне кажется, будет интересно и вкусно. Вот про Новый год и про подарки дари, Дима, дари уже. Я знаю, что ты пришел не с пустыми руками. Да, у нас впереди то мероприятие, куда мы завтра все поедем, это тебе от нас всех Алтайская зимовка. Так, что у нас здесь? Шапка и... километровый... это знаешь, как это... знатоки. Да, его можно нет, 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 нет. Как все-таки парни, знаешь? Вот так. Все, шапку не буду надевать, иначе попорчишь прическу. Ты подожди, а тебе точно не попорчи. Да. Давай, сейчас мы разденемся, Дима. Итак, буквально через несколько минут начнем готовить наш суперзавтрак. Впереди нас ждет нумеролог. Давай узнаем, что день в грядущем нам сегодня наготовил. Вставайте с нами. Доброе утро. Меня зовут Татьяна Соломонова, и я нумеролог. Я работаю с людьми и числами. Вижу возможные варианты развития событий. Интересно? Так давайте считать. Все, что вам потребуется, это узнать ваше главное число. Сложите все числа вашего дня рождения, день, месяц и год. И у вас получится цифра от 1 до 9. Если у вас получилось двузначное число, например, 13, сложите 1 и 3. Сложили? Тогда поехали. Если ваше число 1, для достижения поставленных целей вам может потребоваться помощь. Сегодня ее предлагают даже те, кто прежде никогда вас не поддерживал. Недавние соперники могут оказаться самыми полезными союзниками. Если ваше число 2 порадует общение с друзьями. Сейчас они понимают вас с полуслова. А вот с любимым человеком гораздо сложнее найти общий язык. Могут не кстати вспоминаться старые обиды. Не исключены ссоры из-за пустяков. Если ваше число 3. Отличный день для новых начинаний. Главное, чтобы дело, за которое вы беретесь, было вам действительно интересно. Интуиция подскажет, в чем можно достичь успеха, а на что лучше вовсе не тратить время. Если ваше число 4, нелегко справиться с эмоциями, но стоит постараться. Они могут вам навредить. Не идите на поводу мимолетных желаний и оценивайте возможности последствия каждого своего шага. Если ваше число 5. Отличный и плодотворный день. Во многих делах можно достичь отличных результатов. Порой возникающие трудности вас не пугают. За решение сложных вопросов вы беретесь с энтузиазмом. Если ваше число 6, день приносит немало разногласий и споров. Часто именно вы выступаете их инициатором. Причем не хотите не только согласиться с тем, что и другие могут быть правы, но и пойти даже на самые незначительные уступки. Если ваше число 7, наверняка пригодятся знания и опыт, полученные ранее. А вот советы окружающих вряд ли будут полезны. Слишком часто их дают люди, которые совсем не разбираются в ситуации. Если ваше число 8, сегодня напряженно складываются личные отношения. Иногда вы предъявляете близким слишком высокие требования. Обижаетесь, если что-то идет не по-вашему. Если ваше число 9, порой будет казаться, что окружающие специально провоцируют вас и выводят из-за равновесия. На деле же им просто не всегда понятно, почему вы действуете так, а не иначе. Если хочется обсудить какие-то важные вопросы, будьте готовы к долгим объяснениям. Спонсор показа ООО Агрессив Торг. И вновь доброго утра, с вами утренний канал на Катунь 24. Готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. Напоминаю, спонсор показа ООО Агрессив Торг в гостях шеф-повар Дмитрий Михайлов. И сегодня мы готовим рыбку по артуританскому какую-то историю. Ну, оно там блюдо называется в априори под своей сявичи. А, сявичи. Да, на Руси называется сагудай. Вот, условно говоря, это маринованная рыба в ягодах. Так, и так у нас есть рыбка. Да. У нас есть ягоды чего? Это клюква. Подмороженная клюква. Перчик. Овощи, да, перец. Огурчик. Это какая-то вкусная штука с ароматом кокоса? Да, это и есть кокос. Кокос. Вот здесь что? Это экстракт облепихи. Есть ароматик. Здесь у нас что? Тартар овощной. Редис, помидорки, лаймы и... Тимьян. Тимьян, тимьян, тимьян. Также у нас сюда пойдет наш чудесный сок Алтайской холмогории. У нас сами делают соки-экстракты. Это я в курсе. А экстракт чего? Ранетки. Ранетки. И здесь тоже. Это экстракт облепихи. Это все вместе мы перемешаем и промаринуем. Это будем напитываться с утра, бодриться. С витаминками. Ну, ты бегала в детстве, ранетки грызла маленькие? Грызла. Их сейчас подбило морозцем. Да. И они прям... Как надо. И вот мы прям окунемся в детство. Прям как будто лет 8 мне было. Что делаем? Первым делом, что мы делаем? Мы подготовили все продукты. Зачистили рыбу. Так. Зачистили, да. Да. Разморозили ягоду. Ягодки. Все подготовили. Кстати, вот экстракт сухой облепихи. Сейчас надо будет тонко нарезать ломтиками, выложить и залить это, чтобы мариновалось ягодой и соком. А, тут вот какая ситуация. То есть у нас нет ни парки, ни жарки, ничего. То есть мы просто за счет вот этих кислот. Угу. МС кислый. Ну, все натурально. Будем мариновать рыбу. И она сегодня будет максимально полезная. Я бы даже не побоялся. Тути Мани Тудей. Ну, супер. Будет рыбка. Ну, на самом деле, когда ты делаешь термическую обработку рыбы, полезные вещества улетучиваются. А здесь все натурально, классно. Ну, давай, тогда, значит, топ-3 полезного завтрака. Никакой жарки, никакой зажарки. Максимум, что можно, это хрустящий хлебушек подсушенный. В общем, если сейчас в холодильнике в наличии имеется сырое яйцо, не жарьте его, выпейте на сырую. Да. Ты пробовал хоть раз сырые яйца, типа? Регулярно. В майонезе мы делаем сами майонез, там, кусу, на сырое яйцо. Почему-то вот так вот. Ну, и для пения. Все, мы поняли. Так, будем сейчас что нарезать, и давайте посмотрим еще одну рубрику утреннего канала. На очереди у нас домашние животные Кати Варкентин. Всякие милые, пушистики, и не только. Возвращаемся, начинаем готовить. Вставайте с нами. Доброе утро. С вами рубрика «Домашние животные» и я, Катя Варкентин. Каждую неделю мы ходим в гости к домашним питомцам и их хозяевам и рассказываем вам их пушистые истории. На этой неделе мы пришли к Екатерине Волченко и ее хорькам. Это степной хорек Шоша, а это Фредка Ксюша. Шошу когда-то нашли на улице. Екатерина решила приютить его у себя, пока не найдет нового хозяина. С того времени прошло три года, а Шоша место жительства так и не сменил. А вот Ксюшу забрали из другой семьи, которая отказалась от хорька. Шоша и Ксюша очень любопытные. Хищная натура заставляет их постоянно охотиться. Когда в поле их зрения попадают пробки и резиновые игрушки, начинается настоящая игра в прятки. Наши хорьки любят все тырить. Это любой криво, неправильно лежащий предмет удостоен запрятывания в нычку. При том, они тащат, прячут, а когда им становится скучно, они вытаскивают это нам, чтобы мы им это кидали, и они это опять уносили туда в свои нычки. Конечно, признается Екатерина, ей периодически приходится грабить хорьков, чтобы им всегда было чем играть. Своих любимцев девушка ласково называет смесью енота, кошки и собаки. Все из-за характера, говорит они сама непосредственность. Она очень похожа на ежика из-за, во-первых, строения тела, мягкого белого пузика, черных глазок, ушек и вот мордочки. А еще Ксюша любит кусать новых гостей. Вот так, например, как это случилось и со мной. Ксюша настоящий хулиган. Она очень любит таскать игрушки, еще она очень своенравная. А вот спокойный Шоша полная противоположность своей подруге. Шоша хорек необычный. Он совсем не кусается, обожает путешествовать и очень любит поспать. Питаются хорьки в домашних условиях индейкой, перепелками, яйцами, суппродуктами, кровью и мясом. Но есть и альтернативный способ питания. Специальный корм на 80% состоящий из мяса. Спят хорьки по 20 часов в сутки. Это означает, что застать их бодрствующими можно только вечером перед сном. Кстати, засыпают Шоша и Ксюша исключительно рядом с хозяйкой. Ну что ж, мы продолжаем засыпать весь Алтайский край на алтайскую зимовку и готовить сегодня вкус на главный полезный завтрак с шеф-поваром Дмитрием Михайловым. Дим, давай режь уже. Ну мы проболтали с тобой уже сколько всего. Да, у нас рыба свежая. Предпочтительно вот этот вот, как он правильно называется, севиче я помню, а по... Сагудай. Сагудай. Можем ли вы готовить из форели, карасиков, налинчиков, писканчиков? Рыба должна быть чистая. То есть карась, это все равно озерная рыба. Пресноводная, да, история. Ну пресноводную можно стирлить. Сти... о, стирляточка. Потому что побаловать себя можно регулярно. Это может быть судак. Вот. Это может быть, ну, может быть, любая чистая рыба, которая водится в водоемы. Хариус. Все, запомнили. И красный это может быть горбуша. Горбуша, кита, семга, форель. То есть, довольно выдумка. А окунь? Ну, хороший, морской окунь. Огромный просто. Легко можно. Вот с таким глазом. Одним. Чтобы подглядывать, как ты будешь нарезать. Смотри, а вот эта рыбка, она свежая, как бы подсолена или это просто свежий кусок рыбы? Просто свежий кусок рыбы, который будет у нас мариноваться в кислой среде. Давай переложим тогда сразу сюда. Вот здесь мы будем сейчас ее заливать, правильно? Да, она должна постоять как минимум минут 20-30. Знаешь, что на зимовке будет некая гастрокарта, которая, так понимаю, ты помогал составлять или принимал в этом какое-то участие? Что такое гастрономическая карта? Я думаю, ты приходишь такой, там такая карта Алтайского края, ты говоришь, ммм, Солонешинский район, а что у меня тут стресска? И берешь туда кусочек чего-то. Нет, это не так работает? Есть определенная история, очень быстро, коротко расскажу. Мой хороший знакомый приезжает к нему учительница Лаврова, не к нему, а к соседям. Тетя такая пожилая, графиня, можно сказать, она говорит, я понять не могу, как у вас здесь на Алтае настолько самобытный край, и говорит, а у вас здесь цезаря, греческий. Говорит, в Италию не ездите для того, чтобы там борща нахлебаться. Вот. И на самом деле гастрономическая карта, это сделано для того, чтобы подчеркнуть традиции, внести их в массу, используя там наши продукты. А, чуть попозже. Выливай сюда. Полностью? Нет, вот так вот. Чуть-чуточку. Я тебе скажу, когда хватит. Лей, 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 лей. Это ранетки. Да, это ранетки. Лей, 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 лей. Она у нас будет доминантом, хватит. Можно попробовать теперь. Можно выпить. За вас. И за спецназ. Яблочки. Ну что, классные? Я сейчас продолжу завяжать с витаминками. Что предлагаю? Предлагаю посмотреть еще одну рубрику утреннего канала. У нас на очереди. Невероятные. А мы будем еще добавлять еще один. Волшебные. Фантастическое. Ну я прям боюсь. Что это? Тренда резка. Тренда резка? Вот ты рыбку резал, резал. Мы сейчас еще кое-что из интернета нарежем и продолжим готовиться. Давайте с нами. Всем привет, это Тренда резка. Я рассказываю о популярных трендах интернета. Флешмобах, вайнах, челленджах и мемах. Давненько у нас в Тренда резке не было челленджа преображения. Хотя в инстаграме такие видео до сих пор очень даже популярны. А как вам такой вариант? Представьте, утро, вы собираетесь на работу, магия монтажа, и вот вы уже в офисе готовые к рабочему дню. Ну что, на часах 8.00. Едем на работу максимально приятным видом. В общем, погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А мы едем дальше, продолжаем делиться суперполезным рецептом, ингредиенты которого, черт, найдешь в городе Ваннауле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, трендорезка-то где-то близко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это истина, всегда рядом, так и трендорезка всегда близко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжая нас радовать классными историями Что мы успели сделать? Мы успели нарезать свежую рыбку Тонким пластиком И залить просто фантастическим Зарядом витаминов Микроэлементов Сейчас у тебя Как бы так сказать Витамины повысятся в организме Дима Про повыситься и не только Повышенное настроение Повышенное настроение как диагноз Про хорошее бодрое настроение Алтайская зимовка Это старт летнего Зимнего туристического сезона Это официальная такая отмашка Что теперь ты, Дима и я Можем официально кататься На лыжах, санках Этих бубликах и вообще Ты как вот к этим всем зимним историям? Я замечательный Представь, если тебе на бублике запустить с горы Нет, после того, как меня бабушка 90-летняя Обогнала на лыжах Я понял, это не мое Я больше наблюдаю Все Ну на самом деле Это открытие очень туристического Зимнего сезона У нас же есть горный Алтай Не забывай Как бы С горным Алтаем у меня связано Очень тесное отношение Да сколько ты там их и кормил И поил И опять кормил С ума сойти Бесконечно Вот смотри, прокормил Давай дальше Что вот сюда, вот в эту жижу Надо ягодку сюда положить Просто положить? Вот так раз и раздавить туда А сколько надо их подавить туда? А сколько душе угодно Не стесняйся Так, еще раз Это брусника? Клюква Клюква Ну это такая очень большая клюква Можешь ягодки туда кидать Можно, да? Конечно Ее надо их все подавить? Ну и сильно много тоже кислоты Как бы плохо будет Хорошо, это мы продолжаем Ну и не забудь про облепиховый сок А, тоже у нас есть То есть мы продолжаем добавлять кислотности Да Кислотности может быть Нашему маринаду Очень много А для мяса такое подойдет, допустим Как для любителей шашлычка? Нет? Не пробовал, не знаю Ну, мне кажется, нет То есть если ее брать То это для истории с рыбой Не, ну подожди Я людей встречал, которые Яблоки с майонезом хромкают То, ну, можно Можно Такие гастроизвращения Буквально Слушай, мы остановились на гастрокарте Так и что там Как она будет выглядеть? Я тут просто Соловешное С Троицким районом Что там можно будет съесть А как это будет выглядеть? Ну, знакомление, условно говоря Людей, туристов Будет составлена гастрономическая карта Где в тех или иных местах Будут, ну, те или иные блюда В приоритете И все эти гастрономические карты Составляются, готовятся А, в смысле, не карта Как территориальная А карта, мол, вот посмотри Поверь, что здесь можно попробовать Правильно? Да, но это уже не первый год Как бы происходит И везде по России Как бы это очень интересно Вкусно и познавательно Вкусно, главное И это самое главное Приезжайте на Алтай Кушать вкусно Вкусно, а главное Полезно Да Дима, достаточно ягод Или еще их надо Хватит Мы про облепиховый сок Добавим Чуть позже Конечно У нас уже начало все мариноваться В нашей миске Я сейчас предлагаю Посмотреть выпуск новостей Вместе с выпуском новостей Узнать, что нам подготовил Грядущий день Почитать гороскоп Я забыла, кто-то по гороскопу Скорпион? Рыба Рыба Ну, рядышком, да Узнаем, что как минимум Близнецов и рыб Ожидает сегодня После продолжим готовиться Давайте с нами И вновь доброго утра С вами утренний канал Накатунь24 Мы готовим вкусный завтрак И вас к хорошему дню Спонсор показа ООО Агрессив Торг И у нас в гостях Шеф-повар Дмитрий Михайлов Мы продолжаем Рассказывать все самое интересное О том, что произойдет На алтайской зимовке Будет огромное количество Фуд-траков Это что такое? Ну, это условно говоря Фуд-раки? Да Это вагончики, в которых готовится еда И раздаваться Кормежка Да, кормежка Очень огромное количество шеф-поваров Помощников с Алтая Приедут и будут там готовить Ну, это очень интересно Каждый причем свою концепцию выстраивает И каждый будет удивлять Именно теми продуктами Блюдами, которые Оппозиционируют себя С алтайской кулинарией И, в принципе, с локальностью Тебе многое сказал Условено 5% информации Дима, что делать дальше? Я хочу же добавить вот эту штуку Надо прям немножко добавить Облепихового сока Харе И сухого Концентракта Экстракта А, экстракт Экстракт На кончике ножа Вот это вот, смотри Вот это вот 50 килограмм облепихин Вот здесь? Да Вот в этой чашке сейчас Вот в этой Я шучу Сразу Ну, огромное количество Вот этого Все Это, то есть, засушенные ягодки Перемолотые в пыль Нет, это Выдавленный экстракт Сначала Сок И выпаренный До состояния порошка Да И перемолотый На секундочку еще раз Это Холмогория Находится в Алтайском районе Село Алтайское Да, село Алтайское И я знаю Ну, то есть, двух пареньков Гениальных Которые выращивают Целые плантаз Как минимум облепихи Ну, их трое там У меня двоих знают Дядя Верховодит И два Брата Пасынка Два брата Два брата Вот, и То есть, из огромных плантаций облепихи Давят Это свежевыжатый, правильно? Ну, да Это через там специальную оборудование Там же завод Да, концентраты, да То есть, яблочки Облепиха И плюс еще вот такая история Надо это дело перемешивать? Надо слегка промять ложкой Дима, у тебя точно получится Держи, показывай, как Ну, чтобы весь сок И по времени Сколько мы должны Мы еще подолжим Чуть-чуть добавить сахара И чуть-чуть посолить Прям немножечко Сахар А, солится Минимум 30 минут 30 минут Столько достаточно? Да И так кислотность есть Слегка баланс Спустите, чуть-чуть Солим 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 Вот так? Да Не бойся Все Чтобы все микроэлементы Там законсервировались И все натуральное То есть, никаких уксусов Ничего мы не добавляем Можно добавить туда Чуть-чуть кокосового лака Давай сделаем это чуть позже Пусть это полежит Ну, да Давай вот это там Колдовские чары То, чтобы получилось На все прекрасно У нас еще один Небольшой перерыв Мы сейчас с вами посмотрим Психолога Дима, как часто ты посещаешь Психолога? Регулярно Ну, буквально Я не знаю В армии Недавно Давайте посмотрим Женя Кондрашова У тебя слово Заряжай нас еще больше позитивом И мы продолжим готовить Вставайте с нами Спонсор показа ООО Агросевторг Доброе утро Я профессиональный психолог Женя Кондрашова Как часто мы начинаем с вами худеть К празднику К лету К какому-то большому мероприятию Но забываем заботиться о своем теле На постоянной основе Скорее не забываем А просто входим в привычную рутину Где еда становится Не просто топливом для организма А чем-то большим Так как же начать есть полезное И перестать есть вредности Вот несколько рекомендаций В магазин идем только со списком того Что нужно купить Это важно Зачастую в продуктовую корзину Попадают разные вредности Да еще и три по цене двух Подсчитайте свои расходы Вы удивитесь сколько денег Уходит на осмысленное уничтожение Своей фигуры, своего здоровья Возможно в этом вы найдете решение проблемы Старайтесь избегать иллюзии контрастного размера В большой посуде Порция еды кажется значительно меньше И мы съедаем больше, чем нам нужно Поэтому выбирайте посуду Маленькую, чтобы не переедать Приобщите к здоровому образу жизни Всю свою семью Вместе будет гораздо легче справляться Кроме того, вредные продукты Не будут мусолить вам глаза Заботиться о своем питании Важно из любви к себе А не из злости или непринятия То, что ваши пищевые привычки Сформировались подобным образом И приносят неудобства Не повод винить и корить себя за это Важно оказывать самому себе поддержку В первую очередь И заботиться о своем питании Едем дальше Вот теперь, Дима, думаю, настало то время Как будто бы это мой рецепт Добавить Это мой звездный час Кокосика Мы еще сейчас третью кислоту добавим Какую? Ну, чтобы это было похоже и на сявычи И на сагудай Мы чуть-чуть выжмем Лайма Как кислая Лайма, лайма, лайма Да Еще раз перемешаем Да И чуть-чуть добавим Буквально цедру Лайма Но цедру мы будем добавлять Желательно без Если дома нету лайма То... Положите колбаски Да Можно добавить апельсин Лимон Но вот без белой вот этой штучки Которая уже идет Да, потому что она добавляет Самой кожице Я помню еще из тех уроков, Дима Когда мы с тобой готовили И в белокурихе мы с тобой готовили И в Барнауле готовили И вообще история знакомства Тебя и меня с утренним каналом Буквально, слушай, около пяти лет Потому что только запустился утренний канал Как, наверное, спустя, наверное, полгода Чуть больше Мы приехали готовить к тебе И жарили и парили Я бы даже сказал по-другому Сначала ты приехала ко мне Потом вокруг нас образовался утренний канал И... Вот, представь То есть у нас На самом деле сегодня Вместе с Алтайской зимовкой Микроюбилей Как мы вообще Сколько всего наготовили Ну, рецептов 100 Да 100 с чем-то точно Если так все посчитать Ну, я бы даже сказал по-другому Шампанское в студию У тебя бы сейчас и шампанское будет Если мы можем предложить тебе чай Требиной С шиповничком Чемплицом Жаманчиво Чуть-чуть позже Хорошо Вот сюда Мы добавили сейчас Цедру лайма И когда будет у нас уже кокос? А, кокос Куда же мы без кокоса? Пюре И как много нужно? Тоже чуть-чуть Мы еще будем выкладывать Когда сервировать будем Чтобы подчеркнуть Нотки Все, и это все туда же Вдавливаем, перемешиваем Пока перемешиваем Добавляя очередные вкусы То есть это нотка лайма Нотка кокосового Это молочка? Пюре? Пюре Кокосовое пюре Смотрим еще один небольшой перерыв Утреннего канала Еще больше Бодримся вместе с нами Планируем Ближайшие выходные Намекаю на алтайскую зимовку И продолжаем готовиться Давайте с нами Сегодня мы пролистаем ленты Наших соцсетей И узнаем Что пользователи Больше всего обсуждали На этой неделе 814 лайков Всего за 12 часов Собрал пост про куклы Которые создает Галина Кочкина Из Ельцовского района Это рекорд понедельника А как вам такие куклы? В продолжении рекордов 6000 комментариев Собрал розыгрыш приза От главного Российского Деда Мороза Он был у нас в гостях А это значит Скоро Новый год В общем Проведите его Весело и интересно А для этого Включайте 31 декабря Наш телеканал Мы подготовили Умопомрачительный Трек-лист 80-х 90-х В общем Танцуйте Вместе с нами Оказывается По данным Компании Бренд Аналитикс В Сибири Самое маленькое Количество Пользователей Фейсбук Во всей России А в Алтайском крае Еще меньше Но есть И хорошая новость В этой же Соцсети У нашего телеканала Самая большая Группа в регионе И ее пользователям На этой неделе Больше всего Понравился Пост О выпуске Программы Непутевые заметки Которую показали По первому каналу Держим курс На добро Главным событием В жизни интернет-редакции На этой неделе Стал запуск Доброй ленты новостей Теперь пользователи Могут исключить для себя Негативные новости А читать только Доброе И позитивное Чтобы увидеть Добрую ленту Зайдите на главную Страницу нашего сайта И переключитесь На добро И самая Животрепещущая Новость Этой недели Инстаграм Начал Скрывать Лайки Под постами Сейчас Это тестируют По всему миру Изменения Коснулись Также Некоторых Пользователей Из России Как это выглядит Те, кто оказался В этом тесте Могут увидеть Лайки Только у себя В аккаунте В своих публикациях Другие посетители Твои лайки Возможно Никогда Не увидят Нет лайков Нет проблем Создатели Инстаграма Рассчитывают Что такие Изменения Помогут Пользователям Сосредоточиться На качестве Контента На сегодня Все Следите за Соцсетями Нашего Телеканала Ну что ж У нас Все готово Ням-ням-ням-ням-ням-ням И готовы Подавать Что, зачем, как Рассказывай, показывай Если есть что-то Уже Схрямкать Давай мне Если что Вот сюда Наш такая Подсобка Ну давай мы сначала Одну выложим Красиво Давай Пока ты выкладываешь Я напоминаю О том, что У Алтайской зимовки Есть сайт Называется он Чтобы нужно было Найти спокойно Алтайская зимовка Вам сразу выскочит Лебединый заказник Белые Белые лебеди Та-ра-та-та Так вот И что Нам здесь Рассказывается Это главная площадка Праздника Алтайской зимовки Туркомплекс Березовая коту Гущеныш Вход Свободный Лебедь Ну ты знаешь Это же гуси-лебеди Хорошо не утка Все Лебединое озеро Можно там побыть Можно покормить птиц Делать классных фотографий И двинуть дальше В сторону Березовой котуни Здесь предлагают Советы туристам Как не замерзнуты Вообще Итак Начало праздника В 12 часов дня То есть Если кто-то Еще спит То спокойно Можете Зайти на сайт И посмотреть Всю необходимую информацию Праздник Ярмарка Также 12-ти Гастрономическая карта Резиденция Деда Мороза Церемония открытия Зимнего туристического сезона И под занавес Шоу Какое-то невероятное Шоу Огня Фаер-шоу И вообще То есть Можно будет поесть И попить И Дедом Морозом обняться И письмо написать И торжественно Открыть Зимний Туристический сезон Увлекательно провести время С семьей С детьми Вообще Помимо этого Что на свежем воздухе Горы Рассказывает Дима Только знаешь Такой Да Крутоны делает С огурца Можно рыбку Ну попробовать Дима Пожалуйста Ты там можешь пробовать Сейчас чуть-чуть Кокосика Кокосика? Подожди-ка Я пока себе кусочек отрежу Чтобы сточки Сказать У нас ок Нет Кемьяна Чуть-чуть Ну полыни Назовем так Да? Ну давай как хочешь Это очень вкусно Ммм Нежно Овощей Чуть-чуть Опять выбрасывать Хотя Что делать Если разбила Любимую пудру Лайфхак Нам понадобится Асепталин Ложка Салфетки И разбитая пудра Первое Сотрем в порошок Разбитую пудру Теперь наливаем Одну-полторы Ложки асепталина Или медицинского спирта Если переборщите Ничего страшного Просто Пудра будет Дольше высыхать Должна получиться Такая густая масса Ждем, когда пудра Станет мягкой Распределяем ее По формочке И придавливаем Чем-нибудь тяжелым Оставляем это на ночь Спирт выветрится А ваша пудра Будет как новенькая Посмотрим, что получилось Спиртом даже не пахнет И не сыплется больше Пользуйтесь Не благодарите Очень 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 вкусно Такое здоровое Здоровое Чуть-чуть Таня Чуть-чуть Чуть-чуть Ну порция, видишь, маленькая Так А, еще самое Что, 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 что Конечно же Тартар Вилочку, ложечку Вилочку Что за тартар Это мелко нарубленные овощи Все замаринованные В бальзамическом Тоже уксусе И еще В определенных Аромамаслах Ну, класс Чтобы на кухне Ничего не выкидывать Все Вообще Лоханит Знаешь, как с пиццей Да И И пожалуйста Ну, есть же Ты же знаешь Я рассказывал Может быть На передачах Что, допустим В традициях Всей европейской кулинарии Франция Италия Вообще ничего не выкидывается Даже вот Я беру Вот так вот Выкинул попку Да Три диски И по попке Потом Прям Ужасно Выхватило Все должно быть В бульон уходить В нарезки В варенье В солене Знаменитое варенье С болгарского перца С попок Поэтому Ну вот, смотри Готово Давай наведем порядок У нас на столе Девчонок попросим Заварить нам травяного чая Вернемся И будем вспоминать Все Что нам потребовалось Для сегодняшнего Супер полезного завтрака Оставайтесь с нами Если по телевизору Звучит лебединое озеро Это не означает Что в стране Государственный переворот 90-е уже далеко позади Это озеро Но есть название Светлое Ну понятно Что вода здесь чистая Оттуда и название пошло Не цветет оно Никогда Здесь бьют родники Зимой температура воды Приблизительно 6-8 градусов Летом прогревается До 18 градусов Зимой здесь лебеди С 1967 года Говорят Изначально Изначально их здесь было Около полутора десятков А сейчас я попробовал Посчитать их Но ничего у меня не получилось На самом деле На самом деле про это озеро Мне сказал уже только ленивый Уж очень-то популярный Такой туристический объект У нас на Алтае Но лучше Один раз увидеть Чем сто раз услышать Вы даже не представляете На самом деле Какой здесь стоит Птичий гомон Он слышен Еще на стоянке А стоянка расположена здесь Ну вот сколько я ехал на спине Я не знаю Метров 200 наверное Они меня тащились На этой кстати стоянке Вы можете купить овес Чтобы покормить птиц Все для тебя Дорогой турист В общем От Барнаула Меня увезли Аж за 220 километров Это единственное на Алтае Место Где зимуют лебеди-кликуны Теперь здесь Государственный Природный заказник Их всего в России Два Второй где-то на Чукотке Но там еще холоднее И мы туда не поедем Люди здесь По мостикам Бродят со всей России Одержимый модными тенденциями И лайками Не могу не сделать селфи Репост Дорогие друзья С Лебединым озером От Чайковского Я познакомился еще В музыкальной школе А вот так Воочию Впервые Ну что Сань Как? Нравится тебе? Я надеюсь Что к завершению Нашего путешествия Команда Супертуризм Превратится из гадкого утенка В милого лебедя Старожилы говорят Там где зимуют птицы Всегда любовь Да счастье Совсем недавно я смотрел программу Непутевые заметки Где Дмитрий Крылов Рассказывал об этом озере Если равняться на метро Нужно говорить Ну все пока С вами был ДК Ну я же не Дмитрий Крылов Значит пока С вами был СВ Получается так Ну а почему пока Мы же только начинаем нашу программу И вновь доброго утра С вами утренний канал На Катунь 24 Мы готовим вкусный завтрак И вас к хорошему дню Напоминаю спонсор показа О Агрессив Торк У нас в гостях Шеф-повар Дмитрий Михайлов У нас все готово Даже чай готовьте Да Пока на ревар Вспоминаем Что нам потребуется Для такого супер полезного завтрака Натуральные соки Натуральные экстракты Овощи Кокосовое молоко Кокосовая дружеская обстановка Не побоюсь этого слова Да Травы Ну и все И свежая рыба Свежая рыба Это самое главное Свежая, свежая, свежая рыба Дима давай попробуем Я знаю что ты шаришь в травах Ну-ка что у нас здесь Знахарь ты нашла Так меня на первую работу и не взяли Куда? В фитомагазин? Ты говоришь Шаришь в травах Ой дурень Ну что шиповник прочувствуется? Это все нет Все чувствуется Все нотки трав чувствуются Шиповник почувствовал Чебрец Чебрец там вообще доминантом Мне кажется выступает Я знаю что ты составил список блюд Которые точно стоит попробовать На алтайской зимовке Там какой-то есть и супчик И какое-то жаркое Ну-ка рассказывай Что будучи на бирюзовой кутуне Я должна попросить У твоей команды Там будет суп с бычьих хвостов Такой наваристый И с папоротником И немножко интерпретация будет Охотничья, алтайская Будет колобки бабушкины Это ну раньше пельменей не было Были колобки Вот С добавлением ржаной муки Экстракта Крапивы Печеного картофеля На костре Обязательно Чтоб пекся И грибов лесных Вообще на самом деле Огромное количество блюд Будет Предоставлено Именно Допустим Холмогории Это десерты даже будут С чайки С гриба чага? Обалденная вещь Мне первый раз дали попробовать Просто заварил его кипятком Добавил молоко Сахар И я не знаю Такой вкусноты Я не пробовал С ума сойти Ну напоминает Между Хорошим кофе И В детстве был Напиток По типу кофе Какао какой-нибудь Месквик Оно и сейчас тоже продается То есть Цикорий точно Подсказывает нам Цикорий Пять Садись Пять А бычьи хвосты Реально варят? Бычьи хвосты Вообще В европейских странах Это премиум Класса Сегмент Это щеки Бычьи хвосты Там где Корова Условно говоря Движение Огромное количество Коллагеновых Волокон Назовем так Навара Чтобы было понятно С ума сойти Очень наваристый Вкусный сып Особенно зимой На алтайской зимовке Ты съел Да И Себя целый день Чувствуешь хорошо Класс Ну что Встречаемся На алтайской зимовке 30 ноября Начало мероприятий В 12.00 Ну а на сегодня все Всем желаем Отличного дня Приятного аппетита Пока Всего хорошего Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...